Этот приз, говорит заслуженный тренер, не самоцель. Главное, чтобы ребята с ограниченными возможностями здоровья смогли самореализоваться. Автандил Барамидзе уже 17 лет тренирует паралимпийскую сборную по футболу. И как никто другой знает, чтобы воспитать настоящих чемпионов, нужно верить в их возможности. Недаром его подопечные завоевали титул чемпионов мира и стали победителями паралимпийских игр в Лондоне. Когда ты выигрываешь такие грандиозные соревнования, как чемпионат мира, как паралимпийские игры, ну, сказать, что я доволен, ну, в принципе, да и есть моменты, над чем надо работать, потому что довольный тренер, это, можно сказать, неудачный тренер. Все ребята, которые фактически в какое-то время никому не были нужны, сегодня заслужили мастера спорта, сегодня они ордероносцы, и, можно сказать, уверенностью, что они достойны гражданин Российской Федерации. В Сочи на тренировки и восстановление приехала не только команда чемпионов, но и юношеская сборная. Последние только готовятся к ближайшим соревнованиям. Откладывать тренировки нельзя, поэтому сразу после награждения тренер с подопечными отправляются на поле. Руководитель команды уверен, что юношеская сборная тоже поднимется на пьедестал, как и их старшие товарищи. Первый раз меня взяли на такие подобные чемпионаты. На тренировочных сборах я очень сильно старался для этого, но прикладывал много усилий. Также нужно работать не только здесь, а постоянно дома работать, показывать себя на чемпионатах. Пока молодежная сборная готовится выступить на молодежном чемпионате Великобритании, основной состав уже получил путевку на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. После восстановления в Сочи команда приступит к тренировкам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.